Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Самара ГИС запускает новый проект. Маленькая техника для большого города. Дворники Самары поторапливают весну. Шокирующее ЧП. В Кировском районном суде Самары сегодня взяли под стражу подростка, устроившего над своей семьей кровавую расправу. Ямочный ремонт в Самаре завершится до 15 апреля. Из 1100 улиц города обновление требует 300. Планы по модернизации дорожной инфраструктуры обсудили на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина. С 15 апреля, когда наступит теплая погода, дорожники перейдут на горячий асфальт и продолжат основные ремонтные работы, которые были начаты еще в прошлом году. Речь идет о 10 улицах. В мае стартует ремонт еще 17 дорог в Самаре. Волжского проспекта, Максима Горького, Лесной, Северо-Восточной магистрали, Чапаевской, Молодогвардейской, Осипенко, Авроры и других. Глава региона подчеркнул, работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки с соблюдением всех технологий. По указанию губернатора, в этом году к ремонту дорог в Самаре допустят только сертифицированные предприятия. Податчики только сертифицированные, то есть у которых лицензии, у которых все есть, у которых новые заводы и у них есть все возможности, если мы соответствующим образом будем требовать, и они добросовестно будут работать, делать качественные дороги. 55-летию полета Юрия Гагарина в космос посвящается. Наш телеканал запускает новый проект «Самара. Первые в космосе». Почему именно Куйбышев стал центром ракетостроения? Как обманывали иностранную разведку, следившую за заводом «Прогресс»? Куда отправлялись снимки, сделанные с орбиты куйбышевским спутником-шпионом? История Самары неразрывно связана с историей российской космонавтики. Валерия Макарова продолжит. Сегодня мы гордо называем Самару столицей космической, а на одной из ее центральных улиц стоит даже не просто копия, а настоящая ракета. А вот в советские времена такое и представить на себе трудно. Это центральная проходная завода «Прогресс». Она, конечно, сильно изменилась с тех пор, как завод назывался государственным авиационным заводом номер один. Здесь, в его цехах, с 1958 года и рождались ракеты. Попасть сюда простому человеку просто невозможно, как сейчас, так и тогда, на заре космической эры. О том, что в Куйбышеве делали ракеты, скрывали и от чужих, и от своих. Весь мир знал Юрия Гагарина, но имена тех, кто здесь, на Земле, готовил звездные старты, оставались засекреченными. Я, например, до сих пор сожалею, что нам не разрешали ввести дневники. Можно было бы многое сейчас более детально вспомнить и отразить где-то. Ведь работы было много интересных. Но нам говорили, не-не-не, вы учтите, ваши все вещи проверяются. Проект «Самара. Первые в космосе» открывает забытые и даже неизвестные космические страницы истории Куйбышева. Мы покажем вам редкие архивные кадры, уникальные фотографии, рассекреченные документы и воспоминания тех, кто открывал космос для человечества. Первый выпуск программы смотрите в ближайшее время на телеканале «Самара ГИС». Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. А теперь новости с экономического фронта, где доллар перешел в наступление, используя снижение нефти. Баррель Brent опустился до отметки 38 долларов 70 центов, и негативный прогноз сохраняется. На этом фоне Центробанк немного повысил курс доллара. На 16 марта до 70 рублей 54 копеек. Евро продолжает снижение, и курс на завтра 78 рублей 32 копейки. Колебания курсов валют на бирже очень высоки. За несколько минут доллар может запросто пересечь отметку 71 рубль, а потом снизиться к 70. Золото стоит 2797 рублей за грамм. Серебро стоит 35 рублей 38 копеек за грамм. Главная новость дня назван новый президент ОАО «АвтоВАЗ». Им станет Николя Мор, который в данный момент руководит румынским подразделением дачи. Бу Андерсон покидает завод досрочно по собственному желанию. Правительство снизило прожиточный минимум с 9673 рублей до 9452 рублей. Очень логичное решение, особенно в кризис. Центробанк намерен разрешить банкам поднять ставки по кредитам. Тоже гениальное решение. А сами банки отмечают увеличение убытков от кредитных мошенников. Честно говоря, я уже за мошенников болею. Внимание всей Самары приковано к трагедии, произошедшей 13 марта в девятиэтажке на улице Ставропольская. По версии следствия, 15-летний подросток зарезал собственного отца, а также тяжело ранил мать и младшую сестру. Что привело к драме? Так до конца и не ясно. Сегодня подростка, его имя и фамилию следствие просит не разглашать, арестовали на два месяца. Подробности в сюжете Павла Баймакова. Обычный дом в обычном районе. На втором этаже много лет жила рядовая семья. Мать учительница, отец системный администратор, дети, школьники. Этих людей и их семейную идиллию, говорят соседи, можно было ставить в пример многим. В последний раз соседка Зоя Зайцева видела 15-летнего Даниила буквально за несколько дней до трагедии. Ничего необычного в поведении подростка не заметила. Я выходила с собакой гулять, а он открыл дверь моей собаки. Я говорю, большое тебе спасибо. Очень хорошая была семья, примерная. По словам соседки, после девятого класса Даниил собирался поступать в колледж. Увлекался компьютерами и, наверное, хотел пойти по стопам отца. Вот только родители, как на допросе признался сам подросток, его средние успехи в учебе не радовали. Из-за этого, считают следователи, в семье произошел очередной конфликт. Он, взяв нож на кухне, направился в спальню, где спали его мама и сестра, и нанес им по одному удару ножом в область жизненно важных органов. Затем направился в ванную, где находился его отец, и нанес ему не менее двух ударов ножом. Мотивировал он свое решение тем, что не видел дальнейших перспектив в жизни, поскольку учился ниже среднего, и родители его за это упрекали. 41-летний отец мальчика скончался до приезда скорой. Мать и младшая сестра попали в реанимацию. В зал суда подростка заводят под конвоем. Судя по всему, он до сих пор не понял, что произошло. Его родственники от комментариев отказались. На учетах он не состоял ни в психо-нинарко-птенспансере. Также на него имеется вполне удовлетворительная характеристика со школы. В силу возраста подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Но выводы пока делать рано. Следствию предстоит допросить его сестру и мать. По решению суда, в ближайшие два месяца 15-летний Даниил проведет в следственном изоляторе. Впереди проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, в каком состоянии находился подросток на момент убийства и что именно стало причиной. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Подпольный мини-завод, где производили контрафактный алкоголь, нашли сотрудники ФСБ в селе Большая Черниговка. Производили незаконный товар в двух цехах, третий еще только строился. В ходе спецоперации оперативники изъяли около 60 тысяч бутылок незаконной продукции, почти 100 тонн спирта и спиртосодержащей смеси, пустую тару, поддельные акцизные марки и наклейки. По данным силовиков, здесь в сутки производили 200 тысяч бутылок с нелегальными коньяком и водкой. По предварительной оценке, стоимость изъятого алкоголя может составлять несколько сотен миллионов рублей. Также оперативники задержали 62 иностранных гражданина. Большинство из них находилось в России незаконно. Организаторы подпольного производства – двое россиян и гражданка Грузии. Сейчас женщина находится в спецучреждении для мигрантов, а мужчины – в розыске. Мини-завод располагался прямо у дороги. Посторонних туда не пускали. Незаконные грузы ввозили под видом стройматериалов. Участок был огорожен по периметру высоким забором. Существовала охрана, шлагбаум, то есть посторонних лиц туда не пускали. В отношении иностранцев регулярно проводился инструктаж на соблюдение мер предосторожности, конспирации, а именно на то, чтобы они находились на территории предприятия, как в рабочее, так и в нерабочее время, и выходили с территории только по крайней необходимости. Больше 150 жителей Самары отравились угарным газом в прошлом году. Практически все ЧП произошли из-за неисправности газовых колонок. Такую информацию озвучили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства. Чтобы снизить мрачную статистику, специалисты средневолгской газовой компании проводят профилактическую работу с населением, проверяют состояние оборудования в многоквартирных домах и работы управляющих компаний. В результате оказалось, не все организации заключили договора на обслуживание, поэтому ряд домов в нескольких районах города не обслуживаются. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил в ближайшее время разобраться в ситуации. Сегодня, к исходу дня, в полном объеме, в том, что касается СВГК по договорам, в разрезе каждого района управляющих компаний и домов, вторая позиция по ВЕН-каналам вытащить сюда в 17 часов, а руководителя по ВЕН-каналам с договорами в разрезе каждого района управляющих компаний, какие есть договора. Далее коротко о других темах дня. 22-летний военный контрактник, которого сбила водитель Мазда ЦХ5 на трассе Самара-Оренбург, скончался в больнице. Трагедия случилась на дороге, ведущей из поселка Рощинский к трассе Самара-Оренбург. 34-летний водитель Мазда, ехавшая в сторону Рощинского, врезалась в военных, шедших по краю дороги. Серьезно пострадал один солдат со стайникома, он был госпитализирован. Гагарин-центр появится на территории радиоцентра, недалеко от стадиона к чемпионату мира 2018. Проект будущего научно-образовательного комплекса представило строительное бюро. Общая площадь застройки более 80 тысяч квадратных метров. Семь корпусов группируются в блоке из двух и трех зданий, объединяются производственными корпусами в единое сооружение. Здания комплекса решены уникально, но при этом прослеживается единая стилистика. В новые учебные и научно-производственные корпуса переедут студенты-магистры, а бакалавриат продолжит обучение на уже существующих площадках самарских вузов. Каждый пятый российский работодатель планирует провести в этом году индексацию зарплат на 5-10%. Социологи опросили представителей четырех с лишним сотен компаний, в том числе 22 самарских организаций. Также выяснилось, что чуть меньше трети руководителей собираются сократить штат в ближайшее время, а более половины, наоборот, собираются принять на работу новых сотрудников. В Самаре хотят открыть памятник фронтовому кинооператору. С такой идеей вышел Поволжский общественный историко-культурный фонд. Его президент настаивает, что куйбышевские операторы во время Великой Отечественной войны сняли кадры, вошедшие в золотой фонд кинолетописи страны. Возможно, памятник разместится в сквере, расположенном на улице Советской Армии. Новокуйбышевский театр-студия «Грань» в среду, 16 марта, сыграет спектакль «Таня-таня» в Москве в конкурсной программе Национального театрального фестиваля «Золотая маска». Показ пройдет на сцене Театра наций. «Таня-таня» выдвинут на соискание премии в шести номинациях. Драма «Малая форма», лучшая работа режиссера Денис Бакурадзе, лучшая женская роль Юлия Бакурадзе, лучшая роль второго плана Алины Костюк и Даниил Богомолов и лучшая работа художника по костюму Елена Соловьева. Больше 40 тысяч детей в Самарской области смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. Подготовку к лету обсудили на селекторном совещании в областном правительстве с главами муниципалитетов. Планируется, что в 11 центрах детского отдыха проведут капитальный ремонт. Пять из них расположены в Самаре. В общей сложности на организацию летнего отдыха потратят почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Несколько выросла средняя стоимость путевок. К примеру, поездка в загородный лагерь обойдется в 13 тысяч рублей, в санаторно-оздоровительные – около 19 тысяч. Родителям предстоит оплатить лишь часть этой суммы, в зависимости от удобств, которые предлагает лагерь. Особое внимание детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Для них бесплатных путевок в этом году будет больше. Мы продолжаем активную работу с федеральными структурами по привлечению федеральных средств на поддержку детей в трудной жизненной ситуации. Вы знаете, что два года это направление федералами не финансировалось. Вот сейчас мы ждем транша порядка 62 миллионов, что позволит нам приобрести дополнительно 3,5 тысячи путевок. Весну на Ворошиле. Дворники буквально теплом и энергией своих рук выгоняют зиму из самарских дворов. Помогает им в этом деле специальная техника, которую городские власти закупили для работы в небольших дворах, где обычным погрузчикам негде развернуться. Кроме того, это спасет подвалы и цокольные этажи зданий от затопления. Кто и зачем ворошит снег, расскажет Марина Матвеевшина. Мал да удал, несмотря на свои миниатюрные размеры, погрузчик может похвастаться высокой производительностью. По силе заменит целую бригаду дворников, а по проворности и юркости даст фору любой большой снегоуборочной техники. Такой заедет в самую узкую арку и развернется на самом маленьком пятачке. Жители двориков Самарского района не нарадуются такому ловкому помощнику. Раньше снегоуборочные машины делаться не позволяли. Вход узкий очень в арку. Приходилось дворникам с этим мучиться. Потом местное население помогало. Но где-то до апреля, до мая мы тут топали снегу в лужах, потому что снег не таял, стоял во дворе. С приходом весны и солнечной погоды во дворах началась активная работа. Пока мини-погрузчик вывозит со двора рыхлые сугробы, дворники с кирками и лопатами воюют против заледеневших куч. В солнечное время мы уходим и холим. Дорожные покрытия мы не повреждаем. Аккуратно смотрят, у нас топорики заточены, все нормально убирается. Расчистить дворы от снега важно успеть до того, как теплое весеннее солнце возьмет эту работу на себя, чтобы не возникло опасности паводка. Метр от дома, если взять, как раз это называется приладковая часть. Мы сейчас ее очищаем от снега для того, чтобы вот тот снег, который сейчас будет таять, у нас эта вода не пошла в дома и в подвалы, и не потапливала наш фундамент в дальнейшем, чтобы он не разрушался. Весь снег и лед, что рабочие и муниципальные управляющие компании разворошили во дворе, обязательно вывозят на полигон. Так не оставляют. Избавить от снега все дворы Самарского района обещают до середины апреля. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Помоги ближнему. Благотворительная акция, призванная помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, теперь проходит и в Самаре. Нуждающихся кормят горячими обедами, раздают им одежду и медикаменты. Время встречи суббота, полдень. Репортаж Алины Чемерис. У машины, которая привезла еду, сразу выстраивается очередь. В основном здесь люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для некоторых свежие горячие блюда – гастрономическая роскошь. На обед горячий башкирский суп с пельменями, чай и свежий хлеб. Все с пылу с жару, прямо с кухни. Горячие обеды в Октябрьском районе будут раздавать в 12 часов дня по субботам. Несмотря на погоду, даже если будет дождливо, как сегодня. Вкусно, молодцы, спасибо. Очень хорошо и вкусно все было. И приятно, прям очень приятно. Кормление нуждающихся в микрорайоне авиационной организовали члены райсовета совместно с благотворительным фондом. Единовременно пообедать смогут 30-40 человек. Списки составляют работники ТОС. Акция «Помоги ближнему», кроме Октябрьского, каждую неделю проходит в Кировском районе города. Здесь люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают не только горячую пищу. Мы раздаем вещи, мы раздаем предметы личной гигиены. И мы занимаемся еще, у нас есть юридические консультации, у нас может выехать юрист-психолог на точке кормления. Мы консультируем по вопросу восстановления документов. Есть такие примеры, когда люди восстанавливали документы, когда люди восстанавливали даже права на жилье. Помогать людям надо, помогать на каждом этапе надо. Поддерживать человека, это очень важно. Понимаете, потому что человек, который попал в такую ситуацию, он теряется. Он думает, что если он бездомный, он никому не нужен. Значит, кому-то нужен. Бездомным также готовы помочь с медицинским обслуживанием и при необходимости определить в больницу или в социальную гостиницу. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Просто о сложном. Как устроен организм человека, как наши органы чувств нас обманывают, а как наоборот помогли выжить в процессе эволюции. Заглянуть в внутренний, удивительный мир можно на выставке «Живые системы» в музее Алабина. Экспозиция интересна не только для детей, но и для учителей, которые тоже учатся превращать уроки в биологии в увлекательные квесты. Лариса Шлафаст открыла для себя много нового. Путешествие внутрь человека предлагает выставка «Живые системы». Здесь даже самые маленькие посетители поймут, как человек различает вкусы, увидят, как работает кровеносная система и как устроены внутренние органы. Одно дело изучать строение тела по учебнику, совсем другое на наглядном макете. На выставке есть вот такой разборный человек. Здесь можно не только рассмотреть внутренние органы, но и узнать, где они находятся. В экспозиции больше 50 экспонатов. В Самару привезли только часть Московского музея человека. Выставка проходит при поддержке Федерального информационного центра образовательных практик. Его основная задача – внедрять современные обучающие методы. Для этого проходят бесплатные экскурсии для учителей. Здесь им объясняют, как обучать, развлекая. В рамках этой технологии мы как раз таки пытаемся показать, что обучение может быть интересным, познавательным. И не только это голая заумная теория, но это еще и интересная, увлекательная, имитационная практика. После экскурсии педагоги под впечатлением и охотно берут на вооружение новые методы. Казалось бы, вот то, что нам уже известно, можно действительно применить и на уроке в начальной школе. Особенно на предмет, вот такой предмет мы ведем, как окружающий мир. И знакомство с человеком, когда мы строение человека изучаем. Я думаю, что вот сегодняшняя экспозиция помогла бы каждому из нас провести урок более интересно. Выставка «Живые системы» будет работать до 15 мая. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Звонкие голоса и весеннее настроение. Чувашские творческие коллективы со всех уголков области стали участниками сразу двух фестивалей – вокального и хореографического. Лучшие поедут представлять самарских чувашей на ежегодном всероссийском смотре-конкурсе в Чебоксарах. О чем поют чуваши? Репортаж Марины Кравцовой. Песня «Нам надо жить дружно», «Как нельзя лучше» передает атмосферу весеннего фестиваля. Там есть и некоторые слова про любовь. В общем, вот это значит весна и любовь нас всех объединяет. Вокально-хореографический коллектив «Уяр», что значит ясный, в этом году отметит десятилетие. За это время стали, как одна семья, рассказывают участники. Песня «Строить и дружно жить помогает». А уж чувашская особенно. Народные тексты в основном о главных ценностях – о родителях и о любви. Поделиться своим талантом в Самару съехались коллективы со всей области. Непременный атрибут – национальные костюмы с яркими орнаментами. Подобные украшали одежду самарских чувашей и сотни лет назад. А сберечь традиции предков – одна из главных целей фестиваля. Только благодаря нашим болгаро-суваро-чувашским традициям народ сумел сохранить себя. Русские же каждый год проводят у Масленицу. Если бы они не проводили каждый год Масленицу, ну так бы и не знали, кто, что, как. Так же и суваро-болгаро-чуваши каждый год проводят свои праздники. Это делается для того, чтобы чувашский народ не забыл свой язык. Такой красивый. Это нам, предки наши, оставили столько всего хорошего. Участие в фестивалях-конкурсах приняли взрослые и детские чувашские коллективы художественной самодеятельности и индивидуальные исполнители. Лауреатские места и отдельные дипломы присуждались по нескольким критериям. В их числе мастерство, артистизм, художественный и профессиональный уровень программы, оригинальность постановки, сценическая культура и костюм. К традициям прибавляются и современные веинги. На фестиваль наградили победительницу конкурса «Чувашская девушка года». Но красавицу не короновали, а вручили ей чувашский народный костюм. Инициатива национально-культурных центров поддерживает целевая городская программа «Самара многонациональная». Все национальности имеют возможность получить поддержку на проведение мероприятий, которые содействуют сплочению народов, содействуют развитию языков, культуры и единению народов Самарской области. В этом году курс взяли на организацию многонациональных фестивалей, которые объединят все народы. Большие праздники запланировали ко Дню Победы, Дню Горда и Дню Народов Самарского края. Итоги совместной дружной работы собираются подвести на еще одном ярком фестивале в ноябре. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Совета в ближайшие домашние матчи будут играть в Мордовии. Баскетболисты Самары теряют очки на финише чемпионата страны. Золотая пуля международного турнира у самарского снайпера. Золотую медаль международного турнира по пулевой стрельбе завоевала Дарья Вдовина. На германском огневом рубеже самарчанка в олимпийском упражнении пневматическая винтовка 10 метров без труда выбила победные 208 очков. Второй стала немка Барбара Энглидер. Отставание 1 балл. Бронза Уксиу Хонтан. Китай. Именно с почти 30 очков. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место. Германия второе. Третье. Греция. Баскетболисты Самары вернулись домой без победы. Последний выездной матч регулярного чемпионата Суперлиги они проиграли. В Сургуте университет Югра одолел Самару 81-74. Хотя первую половину волжане ввели в счете, но на концовку сил не хватило. Не помогли и снайперы команды. Максим Кривошеев 15 очков и Дмитрий Артешин 10 очков. После этого матча Самара занимает четвертую строчку в таблице Суперлиги. Финальную часть регулярки волжане проведут дома. 23 марта в среду МТ Ларена примет Пермскую Парму, а 26 суббота Ижевский Купол Родники. Болельщики Крыльев Совета второй домашний матч любимой команды снова поедут смотреть в Мордовию, на этот раз с питерским «Зенитом». Такое решение приняла совместная комиссия Российской футбольной премьер-лиги и Российского футбольного союза. Одна из причин – неблагоприятный прогноз погоды. Синоптики обещают на время игры снег и дождь. К тому же поле «Металлурга» до сих пор не соответствует нормам чемпионата страны по футболу. Однако болельщиков Крыльев Советов с абонементами на руках обещают бесплатно на автобусах свозить на матч в Саранск. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова